У меня был знаменитый папа на весь Советский Союз, и никто не догадывался, какой ужас происходит в этой семье в связи с мамой Елены, Лидией Гончаренко, уроженкой Киева. Но случилось так, что они поженились с Всеволодом Санаевым, и у них родился сын, и это как раз был до Елены еще 41 год. Началась война, ребенок заболел инфекционным чем-то и умер. То есть она потеряла сына, и потеря сына буквально ее лишила рассудка. Потом вот она родила дочку Елену. Елена в детстве тоже сильно заболела, тоже была на грани жизни и смерти, но выжила. И в результате, после вот этих двух таких моментов потеря сына и чуть не потеряла дочку, Лидия на много лет как бы впала в не совсем нормальное состояние, а с возрастом это все усугубилось. И она делала жизнь дочери и мужа в их доме невыносимой. Откуда известны такие интимные подробности? Потому что сын Елены Санаевой выпустил на эту тему книгу воспоминаний о бабушке вот этой Лидии, как говорится, больной на всю голову. Как она ненавидела мать Елены, ненавидела ее вот этого второго мужа Ролана Быкова, как она третировала всех вокруг. И это очень страшная книга, книга, которую написал Павел Санаев, воспоминания о бабушке. Книга называется «Похороните меня за Плинтусом», потому что он много времени в детстве провел в доме у бабушки и дедушки, и у него было единственное желание, это вот чтобы куда-то спрятаться от бабушки за Плинтус, потому что обстановка в квартире была совершенно невыносимой. Книга автобиографическая «Похороните меня за Плинтусом». Ну, тут вот видите на обложке он еще, каким он был тогда ребенком. И по поводу, была даже экранизация, сняли художественный фильм на эту тему, по этой книге, через что пришлось пройти мальчику, который находился в квартире, где была безумная, безумная бабушка, которая все время на него орала, которая называла его отчима злобным карликом, это Ролана Быкова. И цитаты из этой книги, вот, и вот он вспоминает, как она с ним разговаривала в доме, что «Иди сюда, сволочь, иди, хуже будет, иди, или я тебя бритвой на куски». Это, ну, психиатры любят прямую речь, они в истории болезни обязательно описывают прямую речь, то есть, что говорит пациент. «Иди, хуже будет, иди, или я тебя бритвой на куски порежу. Иди сюда, не будь трусом. Стой, я тебе ничего не сделаю. Иди сюда, Сашуня, я тебе дам шоколадку. Знаешь какую? Вот такую». Я бежал, не оборачиваясь. «Иди сюда, я тебе куплю вагончиком к железной дороге». Внезапно бабушка остановилась, я остановился напротив, нас разделял стол. «Иди сюда, по-хорошему». Я замотал головой. «Иди сюда, я посмотрю, не вспотел ли ты, не пойду». Вдруг лицо бабушки стало хитрым, она навалилась на стол, и я, не успев ничего предпринять, оказался прижатым к балконной двери, спасения не было. «Я заверещал, как пойманный в капкан песец, бабушка схватила меня и торжествующе поволокла назад к парте». Ну, то есть, конечно, прочитать это все полезно, чтобы понимать, как вообще, что говорила бабушка. Вот, и вот о своей дочери, она говорила, выходила сволочь себе на голову. Ничего, кроме ненависти, от нее не дождалась. Я все ей отдавала, а она хотя бы раз спросила, мама, а ты ела? Видит, я один хлеб жру. Предложила бы, возьми, мама, каши половину. Я бы все равно не взяла. Ну, в общем, коллеги, суть в том, что мама Елены вела себя как человек с совершенно нездоровой психикой, и об этом знали все, кто близко знал эту семью. Что интересно, если составить ее психометрию, то у нее получается тип психики третий, это как раз ненормальный. Помните, у нас второй и третий. Но Нептун без всяких обозначений. То есть, есть предрасположенность к нездоровой психике, но диагноз явно не подтверждается. Как тогда объяснить вот это вот все поведение и похоронить меня за плинтусом? А объясняется это так, что у нее была предрасположенность к ненормальности, и на фоне перенесенных стрессов с потерей сына, потом чуть не потеряла дочку, ее психика надломилась, и результатом этого надлома стало такое вот неадекватное поведение. То есть, диагноза никакого в карточке у нее не было, а при этом она никому не давала жить и была патологически конфликтной. Ни с кем нормально не разговаривала. Такие люди есть, повторюсь, у них нет диагноза, но при этом с ними невозможно существовать. Давайте запишем, как такие люди называются. Они называются психопаты. Они называются психопаты. Психопаты. То есть, кто такие психопаты? Психопаты это те, у кого нету психиатрического диагноза. То есть, их не будут психиатры лечить. Но при этом, вот эти самые психопаты, они делают совершенно, совершенно невыносимой жизнь всех, кто рядом с ними. И список психопатий находится в нашем учебнике сразу на четвертой странице. Я понимаю, что вы не брали, я вас не предупреждал взять, но может у кого-то есть с собой, он же такой небольшой учебник наш, астропсихометрия. Давайте, у кого с собой, вы прям ручкой подпишите, прям вот 7 типов психопатий. Давайте подпишем, под какой планетой какой тип. Это прямо, вот вы открываете и сразу на четвертой странице в начале книжки про психопатов. То есть, Лидия Гончаренко была не шизофреничкой, и она и у нее такого диагноза не было, и психометрия не подтверждает по программе. Она была психопаткой. Так вот, эти психопаты, они вокруг нас, и они отравляют жизнь, как она возненавидела Елену, когда та встретила своего второго мужа. И любая нормальная мать, она бы обрадовалась, ну потому что, во-первых, он ее обожал. Это редко бывает в стране Сатурна, чтобы мужчина обожал женщину, это уже большая редкость. Я имею в виду Ролан Быков Елен. Во-вторых, он был готов стать хорошим отчимом Павлу. Он дал очень много. Павел же там тоже состоялся весь из себя режиссер и так далее, ее сын. Это все протекция Ролана Быкова, потому что у него были связи, у него был фонд, у него были влиятельные друзья и так далее. Он очень много сделал для пасынка. Нормальная бабушка, как будет относиться к зятю, наверное, с уважением и благодарностью. А ее в очередной раз переклинило, маму Лиду переклинило. И мама Лида на него огнем и мечом. И мальчику, внуку Паше, она рассказывала, что это злобный карлик про Быкова. Это страшный... Ты с ним не общайся. Елена, когда приходила домой к родителям, каждый раз это оканчивалось скандалом, потому что мама орала и требовала, когда ты уже его бросишь, когда ты от него уйдешь, его посадят в тюрьму. В общем, что она там несла, какой только бред она не несла. И каждый раз это все кончалось большим скандалом. И она... Потому что она была психопатка. Она была психопатка форменная. И никто с этим... Никто не мог сделать. А ее мужу друзья говорили, брось ты ее. Ну, в смысле, эту психопатку. А он говорил, не могу. Она мне двух детей родила. Она так переживала, что сын умер. Как я ее брошу? То есть это типа мой крест. Это жена. Буду этот крест нести до конца. И нес до конца. А в конце жизни у нее еще начались сосудистые проблемы с головой. Но это к психиатрии не имеет отношения. В общем, у нее началась еще и деменция. Но это вот такая, видимо, карма у этой семьи. Вынести эту психопатку. Итак, давайте подпишем. Прямо вы можете символами подписать планеты. Первый тип психопатии называется истероид. Истероид это, который всегда должен быть в центре внимания. Это психопаты по солнцу. Называются они, отсюда слово истерика. Истероид. Которому надо все время быть в центре внимания. Закатывать истерики. И вот как раз Лидия была типичным истероидом. Потому что она все время устраивала громкие скандалы. Вот это любимое занятие истероида. Воспитывать дочь и внука. Поэтому внук вспоминал, что тот опыт, который он прошел в детстве, он был совершенно невыносим для психики ребенка. И что вот эта бабушка, не вполне дружащая с головой проживание в ее доме, это тяжкий крест. Дальше. Ну мы пойдем, как бы, немножко не по списку. Эпилептоид. Эпилептоид это психопаты, склонные к вспышкам гнева и ярости. Называется эпилептоид. Почему эпилептоид? Потому что есть такая болезнь, эпилепсия, припадочные. А эпилептоид, он склонен к вспышкам ярости и агрессии. Например, если муж эпилептоид, то он в любой момент, все тихо, мирно, значит, вы общаетесь. В какой-то момент что-то, какое-то слово или, ну может быть, даже не слово, а что-то он увидел, что-то он подумал, и у него вдруг начинается вспышка агрессии в ваш адрес. Он дерется, крушит мебель. Это называется эпилептоид. Психопат это по Марсу. Следующий. Следующий. Гипертим. Гипертим это тот, который психопат, пребывающий все время в приподнятом, есть такие люди, в приподнятом настроении, которые любят все время шутить, хохотать, это тоже ненормально. Это тоже ненормально. Человек все время все превращает в повод посмеяться. Это называется гипертим. Гипертим идет по Юпитеру. Гипертим идет по Юпитеру. Вы не успеваете записывать? Да. Эстероид, эпилептоид, гипертим. Следующий. Это тип, который называется ананкаст. Ананкаст. Ананкаст это тревожный тип. Ананкаст это тревожный тип. И вот этот тревожный тип, он все время живет в ожидании каких-то неприятностей. Ананкаст. Тревожный психопат. Нет, тут нет новых планет. Тут только семь типов. И эти семь типов идут по старинным планетам. Ананкаст это тревожный тип. Он все время живет в ожидании... Это как гипертим наоборот. Гипертим по Юпитеру, а ананкаст по Сатурну. Ананкаст по Сатурну. По Сатурну. Далее. Шизоид. Шизоид. Шизоид это человек, который живет в мире своих мыслей. Похоже на слово шизофрения. Но это не шизофрения. Это похож на шизофреника. Он здоров, просто он похож на него. Он шизоид. Он живет в мире своих вот этих вот всяких мыслей. И он ни с кем, ни с кем не общается. Ни с кем не общается. Это по Меркурию. Шизоид по Меркурию. Психопат шизоид по Меркурию. И еще два остались. Это параноик. Параноик. Параноик это тот, который все время ищет врагов. Параноик. Вот так вот имел неосторожность когда-то после консультации Сталина замечательный русский психиатр Владимир Бехтерев определить параноидную психопатию Сталина. И кончилось это тем, что Бехтерев, его сын и невестка были истреблены, а внучка отправилась в детский дом, та, которая потом стала знаменитым ученым, директором института мозга в Ленинграде. Так вот, Бехтерев имел неосторожность поставить вождю правильный диагноз. Параноик это тот, кто везде ищет врагов. Значит, это по Венере. Повторимся. Истероид по Солнцу, шизоид по Меркурию, параноик по Венере, эпилептоид по Марсу, гипертим, весельчак по Юпитеру, ананкаст по Сатурну. И остался последний тип, тоже есть такая психопатия, называется психостеник. Психостеник это тот, который все время, все время пребывает в плохом настроении. Это психопат по Луне. Психостеник это психопат по Луне, он все время пребывает в плохом настроении. Итак, если человек психически здоров, психиатр скажет, это не мой пациент, но с ним существовать невозможно, нормальным людям рядом, то это психопат. Это не лечится. Психопатия не лечится. Это просто такая личность, ну, которую ты или принимаешь, как вот в семействе Санаевых несли этот крест психопатки бабы Лидии. Баба Лидия была эстероидной психопаткой, но с элементами эпилептоидности, потому что была еще склонна к вспышкам ярости, как эпилептоиды. Эпилептоиды это припадочные, яростные психопаты. У человека может несколько типов пересекаться. Вот как понимать эту ситуацию. То есть, если мы не подтверждаем, что человек болен, значит у него может быть диагноз. Теперь давайте, у него может быть психопатия.